здравствуйте дорогие телезрители и здравствуйте мои подписчики на канале youtube голова садовая сегодня хочу рассказать вам о составе почвы которые мы будем готовить для посева рассады вот если вдруг случилось так что вы никак не могли поехать на дачу либо забыли привести ту садовую землю тот перегной тот там композ который вы приготовили которые уже прогрели ну что делать то все засыпано снегом еще и холодина собачья поэтому если вы начинаете готовить почву а у нас скоро посев и земляники у нас посев обязательно будет в январе перца баклажаны и так далее и все закрутится вот так уже середина декабря представьте себе вы просто не мучайте себя купите торф купите перлит золу вот здесь уголь древесный есть вы просто должны понимать что лучшая вообще для растений это торф и плюс песок если у вас песок есть либо вы его купили так вы возьмите три части торфа и одну часть песка добавьте туда немного золы ну немного на ведро это полгитровая банка если у вас и золы нет и о ней даже речи нет и взять ее негде тогда купите вот такой это агро перлит он замечательный он горошками видите они тут нарисованы горошками это прекрасный рыхлитель это в первую очередь во первых он прекрасно пропускает воздух то есть делает почву такой рыхлой что она не слеживается не закисает а торф является доктором для земли когда у вас возникнет такая мысль что у меня уже никакая земля она уже ничего не хочет родить ваша задача в ваших теплицах привести торфа и на каждый квадратный метр хотя бы по пол ведра для того чтобы почву снова сделать хороший чистой здоровый это он доктор вот этот торф но торф бывает разный есть нейтральный есть нейтрализованный так будет написано а есть кислый верховой и низинный торф это разные вещи и вы должны прежде чем купить должны внимательно прочитать если вы гортензию собрались высаживать да или черенковать вам нужен кислый торф но в составе всегда либо с песком либо с перлитом либо с древесным углем а лучше бы добавить и того и другого понемногу но если вы собираетесь сеять перцы баклажаны помидоры то здесь нейтральная среда для этих растений и вы выбираете торф нейтральный и добавляете три части торфа одна часть песка если такого есть нет значит перлита смешиваете все проливаете все как следует и пожалуйста сейтесь на здоровье но я вам очень и очень рекомендую первым слоем в контейнер неважно баночка это ли там ящик такой мая что вы сеете первым слоем насыпать вот такого древесного угля это знаете это как раз то вещество которое будет находиться внизу влага будет хорошо проходить через него он сам не имеет никаких болезней и на себе их не накопит то есть прекрасный дренаж еще и очень любимый растениями стопроцентно без болезней ну для того чтобы посеять вот эти наши сеянцы до семечки конечно нужна очень здоровая почва вот подумайте над моим предложением если хотите вырастить хорошую рассаду но напрягитесь немножко потому что все что у вас будет в ящике с корнями растения уедет на вашу дачу а не на соседскую и не забудьте что если на ведро торфа нужно хотя бы ведро а третья часть это будет перлита или золы слышите меня то если вы положили перлита но пол литровую баночку залы туда тоже примешайте а на дно насыпьте древесного угля все других вариантов я даже не вижу все просто и понятно и голова не будет болеть что ой опять черная ножка ой опять у меня все погибло все будет в порядке всего вам доброго и до свидания всегда ваша тетя таня